Последствия пожара в Нельмином Носе, вакцинация от коронавирусной инфекции и качество связи на селе. Эти темы обсудили в ходе оперативного совещания при главе региона. Далее все подробности. Одна из центральных тем совещания – происшествие в Нельмином Носе. Напомню, там сгорел магазин и жилой дом. Из-за того, что не завелась спецтехника, местным жителям пришлось тушить пожар своими силами и даже звать на подмогу огнеборцев из окружной столицы. В итоге пламя полностью уничтожило строение. В связи с этим губернатор поручил главам поселения усилить контроль за состоянием спецтехники. Во-первых, проверить всю пожарную технику. Понимаю, что она достаточно старая. Но тем не менее, обращаюсь к главам поселения проверить всю пожарную технику. Понимаю, что в условиях низких температур в старых машинах, скорее всего, слита вода. Это значит, что в случае возникновения таких ситуаций нештатных, для того, чтобы запустить пожарную машину, потребуется какое-то время. Прошу всю технику проверить, чтобы она у вас была готова. В ходе совещания обсудили и эпид-обстановку в регионе. Исполняющая обязанности руководителя Департамента здравоохранения рассказала о количестве заболевших коронавирусной инфекцией. Также Елена Левина доложила о ходе вакцинации в регионе. От COVID-19 привились более 3% населения Ненецкого округа. Прошу обратить внимание на все запросы от глав поселений. Если вы помните, мы, когда выезжали с вами в ОМУ, предварительно заявка была на 50 доз вакцины, а вакцинировали 135 человек. Скорее всего, так будет со всеми населенными пунктами. Поэтому при необходимости давайте большее количество доз для вакцинации в сельских населённых пунктах. Поговорили и о связи на селе. Антон Лебедев сообщил о результатах проверки интернет-связи в селе ОМА. По словам руководителя профильного департамента, скорость передачи сигнала увеличена. Канал разгружен. Кроме того, отработали и вопрос по работе мобильной связи. Ситуация с интернетом вот такая может складываться во многих населённых пунктах. Канал связи один. Подключены школы, амбулатории, администрации. Также компьютеры могут начать обновляться и забивать этот канал. В этой связи, пожалуйста, отработайте со всеми главами, кто жалуется на скорость интернета. И при необходимости направьте своих специалистов для того, чтобы разобрались с ситуацией и могли купировать эти проблемные моменты. Также в ходе еженедельной губернаторской планёрки вице-губернатор Наталья Сидорова доложила, что в здании Наринварского социально-гуманитарного колледжа провели повторную проверку системы отопления. В шести аудиториях на первом этаже температура некомфортная для занятий. Дети занимаются в аудиториях второго этажа. Для студентов составлено гибкое расписание и сокращены уроки. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.